Всем привет, меня зовут Лина, и мы продолжаем с вами проходить, так сказать, замечательную игру. Вампаж Замаскерейд, Сувенсонг, мы играем за Лейшу, такую вот интересную женщину-молковянку. Здесь должно быть тело на полуход. Я так понимаю, мы потом по этим кодам-то будем искать, прочитать этикетку. Пино Нуар. Этот сорт мне когда-то нравился. Да, потом стрела попала тебе в колено. Точнее, кулыки в шею. Какая-то вампирская у нас волна. Балдурцкейд вампир, Вампаж Замаскерейд сами, да, и еще Сувенсонг тут получается. Ага. Партфель. Что это? Небольшой чемодан. Мы держим в таких важных документах. Джей Мор. Я его где-то слышала. Так, я так понимаю, что ты мне скажешь, сейчас пошел ты на это. Что у нас тут? Ой, Маулик. Ну, знаешь, команда криминалистов по отпечаткам уже прибыла? Не знаю. Я нашел портфель. Им бы его осмотреть. И счет, что лежал рядом тоже. Счет? Да, за пробирки. Доставка на Скотт, где-то на Салер-стрит. Черт, это же в районе Алого Салона. Нам приказали передавать находки федералам. Если нужно, я могу адрес уже у них. Наверное, они закончат дела здесь, а потом отправят туда ребят. Надо предупредить Хейзел. И он отошел. Отошел, потому что что? Что это такое? Сену буквально разнесли на куски. О, я могу скопировать. А вот Джей Мур... А, подожди, Джей Мур... Джей Мур, это же который этот... Наш чувачок, который все с дочкой-то носился. Все, мне надо, короче... Ой, здрасте. Ну, хотя, мне интересно, могу ли я спрятаться, например, вот тут. Вот так. Нет. КТРЛ. Вот здесь только я могу сделать, да? Переоделись. Нормально. Здрасте. Проходите. Лишние руки нам не помешают. Конечно, не помешают. Опа. Опять? Что с вами такое? Мам? Да? Давай уже пойдем. Звериные позывы. То есть, эта скотина мне добавляет постоянно по плюс 2, да? Если я не буду... Куда ты ведешь меня, милая? Я обещала быть большой девочкой, но это так сложно. Мне правда очень-очень хорошо. Вся эта кровь. Понимаю, милая? Это тяжело. Давай-ка устроим перерыв. То есть, эта девочка, это мой зверь? Ну как, придумала еще одну загадку? Ой, да. Я забыла. Ладно, я вся, внимание. Ладно, но это будет последнее, хорошо? Обещаю, милая. Ну так вот. Загадка такая. Если дитя Хейзл Иверсон – сир моего сира, то кто я для Хейзл Иверсон? Сир моего дитя, да? Если дитя Хейзл Иверсон – сир моего дитя, дитя Хейзл – сир моего дитя. А, не, подождите. Я, получается, если дитя Хейзл – сир моего дитя, то я дитя, получается, Хейзл. Дай подумать. Наверное, я ее дитя? Ого, ты докаталась! А это была сложная загадка. Ты же не расстроилась? Не-не-е-ет. Здорово, что ты умеешь так хорошо отгадывать загадки. Ты сама не промах. Сладость моя. Обожаю, когда мы играем в эту игру. Я милая, это очень весело. И помогает нам отвлечься. Что ж, перерыв окончен. Пойдем. Ричард совсем рядом. Я не хочу с ним встречаться. Почему? Холзи. Ты же тоже его слышала и молчала. Я знаю, он меня не любит. Мы не можем его бросить. Да чё ж ты неудача-то без конца? Холзи, мы не можем его бросить. Пусть он тебе не нравится, но мы не можем его здесь оставить. А вот ты всегда меня бросаешь, когда он говорит тебе спать. Это другое, он пытается меня вылечить. Ради нас обеих. Это неправда, он думает, что я плохая. Холзи, что за ерунда? Я спасу его от беды и тем сильнее ему помогу. А о тебе я даже не расскажу. Ты опомниться не успеешь. Подожди меня здесь. Хорошо, мэм. Обнимашки. Ну, тут всё довольно странно, да. То есть, нужно продолжать в том же духе, да. И музыка. Палевная музыка. Сто процентов палевная музыка, я вот прям как знаю. Что здесь нельзя отвлекаться, нужно найти Ричарда. Можно поговорить. Привет, ты вовремя. Это ведь ты разбираешься во взрывчатке? Нет, я только что приехала на подмоку. Данные по баллистике. Что ж, удачи. А что не так? Не знаю, что тут стряслось, но пули явно подавали первым блюдом. Палили во все стороны. Похоже, ваши привычные девятиметровки вышли из моды. В смысле? Да ты погляди, от некоторых выстрелов остались дыры с мой кулак. Ясно, я помогу, когда разберусь со своей задачей. Давай я кратенько расскажу тебе о месте преступления. Один жмуря в комнате справа. Похоже, он умер после удара тупым предметом. У нас приказ от федералов паковать тела, как нашли. Так что не парься насчет отчета, они сами все сделают. Понятно. В комнате слева еще один труп. Вот его надо осмотреть. Но сразу предупреждаю, там полная жесть. Такое могли сотворить только психи. Задачи одинаково важны. Просто бери, сиделай. Сейчас же я начну. Ну, нам надо налево, мы, конечно же, сперва пойдем направо. Черт! Черт! Ричард! Па-па-пам! Закончился ваш Ричард. Нет у тебя больше психолога? Или есть? Да ты не ту в ту сторону! Не спеши. Не спеши. Они все-таки тебя поймали. Они здесь. Они нашли нас. Я и понять ничего не успел, как получил пол в сердце. Никогда прежде такого не видел. Эти смертные нас не боятся. Тихо. Вы как? Вы здесь оказались. Вы должны быть в институте. Успокойся. Что здесь произошло? Сюда заявили смертный. Вторая инквизиция. Уверен? С чего ты взял? Ты уверен? Да. Ими руководит служитель церкви. Монсирьон Стэнфорд. Они скосили нас, как стебли травы. Подчистую. Значит, они нас нашли. Надо предупредить остальных. Подожди. Здесь могут быть другие сородичи. Мы не можем их бросить. Это безумная и безответственная затея. Принц попросил меня найти Майли. Мне понадобится твоя помощь. Майли! Вот оно что. Принц отпустила вас вопреки моим указаниям и отправилась сюда. А вы и рады ей слушать. Что-то он какой-то плохой. Она вас использует. Я не собираюсь этому потакать. Попросите ей для помощи, если вы здесь для нее. Холди хочет что-то сказать. Про нее вообще не надо. А я вообще никогда. Неудача. Принц прислал меня узнать, что здесь произошло. Это был приказ. Принц не из тех, кому можно просто взять и отказать. Вы проходили курс лечения, она взяла и отпустила вас. Но это не... Вопреки моим указаниям. Ей не следовало так поступать. Очевидно, что Хейзл вами манипулирует. И что? Она заботится обо мне. Не вижу в этом ничего плохого. Но что ей нужно? Вы или ваше видение? Вот ты хрен какой, а? Она ни слова о них не сказала. В этом нет необходимости. Ей достаточно дождаться ухудшения вашего состояния. Что за навязчивая идея? Я убеждена, что она настроена препятствовать нашему общению. Что именно она рассказывала вам обо мне? Принимать собственные решения. Она считает, что Хоузи под опекой. Это лишь подтверждает мои слова. И что именно мне решать, что для нее лучше. Только не говорите мне, что она рядом с вами. Конечно, она со мной. Я же не могла просто ее оставить. Часу от часу не легче. Я просрала. Вам так трудно последовать моему совету? У меня остались незаконченные дела. Вы должны найти Майли. Помню. Хотите, чтобы вас постигла та же участь? Чтобы вас изрубили на балконе? Ты зря переживаешь. Тогда желаю удачи. А мне пора. Надо поговорить с Иверсом. Подожди. Мне нужно кое-что тебе сказать. Они знают адрес самого салона на 7th Street. Значит, будет второе нападение. Не стоит бросаться словами. А вы постарайтесь не гнать лошадей. Укрепленный контейнер запирается снаружи. Чувака хотели положить туда, да? Здесь выпивали сородичи. Ой, и не только выпивали. Тут еще и стреляли по сородичам, видимо, да? Опа. Кол, не сомневаешь, ты для нас. Что за расходуемый предмет? Восстанавливает 5 очковоли. Интересно. Сигара? Почти нетронутая. Здесь ее затушили. Я уже видела сигары этой марки. А вот и балкон. Хмм. Так. Тут был Ричард. Сюда? Подмога, наконец-то. Спасибо, что пришли. Ой. Похоже, кто-то лишился руки. Да ладно. Это код тела, который они забрали. Ну, код и тела сто процентов нам будут нужны. Это я вот... Оооо. Здрасте. Ножевое ранение. С ножом на перестрелку. Его посчитали за мертвого. Он едва дышит. Ниже есть что? Оооо. Что? Не хватает нескольких пальцев. Ооо. То есть он живой. И они-то... И просто криминалисты такие. Ну, там помер. Угу. Здесь должно быть тело на полу-код. Ампула с каким-то веществом. Ампула во что-то ввинчивалась. А-а-а. Интересно. Расскажи мне что-нибудь. Узнала что-нибудь? Я только начал. Хотя вообще-то уже час прошел. Улик здесь просто немерено. Выглядишь уставшим. Может и так, но сейчас не время расписать. Работа не ждет. Ладно, я пока осмотрю комнату. Проанализируй траекторию брызг крови. Нам нужно доставить достаточно данных для подсчеток скорости капель. Я пока продолжу собирать образцы крови и прочих выделений. Выделений. Ага. Понятно. Теперь мы идем и... Что у тебя тут? Эти золотые трубочки такие красивые, правда? Очень красиво. Спешл эйджинс. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ой, какой спешл эйджинс. Так. Во-первых, нам надо переодеться. Вот. Во-вторых, нам надо... Сокрытие. Не-не-не. Мне надо... Ага. Безопасная зона. КТР. Вот. Вот. И я помню, что... С вот этой вот стороны... Был кто-то, кого можно попить. Идем. Это займется его пару минут. Короче, с лейшей здесь вообще как-то нужно быть осторожным. Потому что у него, походу... Зверь бушует дико люто. А девочка это типа зверь, да? У нас получается. Блин. А у меня очков-то не хватает. Посмотрим, что внутри. Счета поставщиков, данные клиентов. Все на имя Берро Андервунда. Возьми. Какое лучше здесь не оставлять, иначе нас легко могут выследить. А тебе все равно, да? А, он ушел. Итак, теперь мы идем... Вот сюда. Им как бы все равно, да? То есть мне какой-то вообще непонятный... Пора начинать. Посмотрим, что здесь скрывает. Стэнфорд был прав, но удалось захватить цели особой важности. Похоже на то. Радуйтесь, пока можете. Органы? Они что, разрезают нас на кусочки? Не трогай бумаги. Черт, надо съесть имена. Надо его как-нибудь отвлечь, чтобы посмотреть бумаги. Это бумаги Стэнфорда. Положи их назад. Он ввозит с документом даже во время операции? Да, его послушник регистрирует пойманных и уничтоженных. Если у них есть сведения о нас, надо выяснить, что они знают. Его послушник сейчас занят, и... Агент Олсен и правда завален делами, но этим займется лично. Настоять? Мне как раз надо с ним поговорить. Заодно отнесу ему документы. Не утруждайся. Он заберет их перед тем, как идти Стэнфорду. И могу тебя подменить. Иди убери вещи с того стола! Я... Ладно. Наконец-то могу посмотреть эти досье. Прочитать. Цели с номерами и... именами. У них даже есть досье на Ричарда. Даяна. Ой, Майли, ее еще не забрали. Яру уже вывезли. Она вроде как бы была член Совета. Так, ну давай заберем. Я не позволю им такое хранить. Извините, мне надо работать. Ой. Ну как? Криминалисты уже закончили со спальнями? Ага. Они вроде бы... Неужели никто не может вести меня в курс дела? Битый час об этом прошу. Монтиньор требует отчета. Он хочет знать, как надолго ли затянется тело. Не стоит заставлять его ждать. Местные полицейские очень... Просто передайте им, что ты от агента Олсона. Посмотрим, как они запляшут. Мы вывезли еще не все тела и собрали не все образцы. Не переживай, я все сделаю. Вот он мразь, походу. По нему прям видно. Ой, чего это такое? Вощата не будет. Они сожгли сородичей. Не пощадили даже энергетиков. Ооо, глаза меня не обманывают. Они собирают нас. Гниющая плоть. Этот сородич не так давно принял встановление. Пепел. Они убивали не только неонатов. Интересно, кто это был. Серьезно? Я сейчас очень занята. Они собирают нас. Быть такого не может. Снова ящики. Эй, помоги. Надо переместить несколько особей. Ой, это контейнеры, о которых говорил Ричард. Я что-то чувствую. Он с того направления? Мама. Это опасно, я чувствую. Стой. Сюда нельзя. Монсе Мьор приказал его не тревожить. Значит, Стэнфорд там. Мне просто хотелось. Ты же знаешь, это слишком опасно. Если надо что-то ему передать, попроси Олсона, его послушанника. Как знаешь. Но я тебя предупредил. Озвучить не слишком обнадеживающе. А что там он делает? Избавляется от парочки паразитов. Делает мир чище и безопаснее. Серьезно? Они за это заплатят. Блин, а у меня, короче, не хватает. Не, подожди, подожди. Подожди, подожди. Там, короче... А-а-а! А может, это бонусная сцена, типа? Ну да, и пройду. Может, это бонусная сцена, так же, как и было у этого, господи, у Калибы-то позорного. Что-то... А, ЕБ2. Вот, ЕБ2, походу, это Майли. А, ЕБ2 это Майли. Но мы, походу, можем еще как-то разобраться с чуваком. Но есть нюанс. Утоляет 6 очков голода. 12. Есть нюанс. Я не знаю, рисковать или нет. Вот, ЕБ2. Вот. Вот здесь, короче, фиолетовая находится. Мы, по идее, можем забрать. И привезти. Типа, сделать безопасненько. Они погибли не напрасно. Вот. А можем, типа, что-то, короче, с чуваком сделать. Блин, не очень интересно. А что будет, если с чуваком? Блин. Что ты там делаешь? Чувак. Покажи мне. Ну, покажи. Просто, если я туда пойду, я оттуда уже не вернусь. Бинго, тут досье на всех, кого они собираются забрать. В котором из них Майли? Ну, в ЕБ2, конечно. Опа. Медицинское оборудование. Прочитать этикетку. Адренолит. Стимулятор для смертных. Открыть ключом. Взять. А-а-а! Нифига себе вариативность. То есть, я могла вообще ни с кем не говорить, ничего не делать. Ввести адреналин. Бедный. Спокойно. Я не чувствую ног. Не могу двигаться. Что произошло? Расскажи, что здесь произошло. Бандиты. Вооруженные. Нет, не бандиты. Мне кажется, это были военные. Они сразу стали стрелять. Мы даже опомниться не успели. Кто это был? Как же больно. Майли? Нет, не знаю. Я видел только хими. Химика и Яру. Яра? Она... Она отбивалась. А, в этом все Яра. Но они ее не убили. Они ее забрали. Помоги мне. Помоги мне. Яра? Я уже не могу тебе помочь. Ненавижу быть правой. По крайней мере, теперь я знаю, что... Майли здесь не было. То есть, тупо Майли тут не было? Серьезно? Так, я еще раз тогда обойду. Чтобы быть уверенной, что я ничего не забыла. Вот. Но вообще... Как бы прикольно. А, кстати, взять. Во. Во. ГК-3. Частичные ожоги. БЦ-2. Обездвижено. И... К-2. А вот это типа? Не удалось обездвижить огнем. Значическая физическая деградация. Ограниченный период времени для проведения тестов. Остается как бы... Они погибли не напрасно. А ты что думаешь? Мама, мне что-то нехорошо. Побудь по костей, свадость моя. Ну, короче, там 100% какой-то вообще дядька подозрительный, да? А нам надо забирать ящик. Я была, походу, не права. И ЕВ-2. Это был кто-то фиолетовый, лавандовый, да? Походу, это Яра, что ли, была. Которая была вместе с чуваком. Вот тут вот был кто-то... Исключительная бледность. То есть, походу, это был сосуд вообще, что ли. Вот этот вот остается. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Блин, вот если с Каллибом, то было прикольно, да? Там в конце прям была... А вот там была динамика интересная. Эммет Олсен? Зачем ему этот контейнер? Обращаться с осторожностью. Поставьте на мой стол, ничего не трогайте. Важно. Сторона, на которой прикреплена записка, это верх. Не убирайте записку, чтобы ваши коллеги также имели возможность ее прочитать. Посмотреть. На нем записка. Ну, я, походу, все взяла. Все вообще сделала, что можно было. Кто-то сломал эту сигару. Воняет ужасно. От того, кто ее выгорел, должно быть не сло за километр. Да вон там, походу. Чувак. Блин, ну что ты... Я слишком дорожу. Лейша, я не хочу ее подставлять. Она единственная... Она как бы просрала, мне кажется, нам все. Но она забрала, получается, все... Ну как, все. Я надеюсь, что все подозрительные предметы. Ей надо потихонечку просто вытащить Майли. Которую будешь спускать. Давай Ку-12. Ну, ЕБ не то. Это Яра. Вот это бледные. Очень странно. Подозрительные. Давай К-12. Спущу вот этот. Записал? Ага. Есть. Пойдем, сладость моя. Надо спешить. Мам, все хорошо? Да, милая, идем. А вам нормально, что тетка разговаривает сама с собой, да? Еще увидимся. Надеюсь, что это Майли. Ну, сейчас узнаем, угадав ли я. А, не, не узнаем. Верность. Минус 20. О стоимости следующего улучшения навыка красноречия. Вы привели вампира к принцу. Защитили важные документы. Разрушили иллюзию. Сумели взять показания у сосудов. Слышали последние слова Наташи. Обнаружили все подозрительные предметы. Так, доктор Ричард Даннам подозревает, что вы действуете по указке принца. Так он прав. А что плохого в том, что мы действуем по указке принца? Я вообще не понимаю. Вы могли встретить важного миссара второй инквизиции. Да, и получить от него кол в сердце. Или что-нибудь похуже. ММ, Лейша и Галлиб сообщили принцу о положении дела. Теперь вновь предлагают ей свои услуги. А мы кто? Мы вампир по вызову, что ли? Свои услуги мы предлагаем. О, Галлиб, привет. Как дела? Хиические запугивания. Убеждения. Хик его знает, короче, как это вообще все делать у вас. А, иди сюда. Иди сюда. Продолжение следует... 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 бэрла на самом деле какие-то вообще очень странно поползновение мне кажется надо с ним разъяснить ситуацию выберу а вы все тут короче разносите относите до лазер сделай то лазер сделай это вопрос только в том что а где беру то а кстати лишь они ты это и беги у а где он находится ну как бы еще нюанс то что надо найти этого вера но блин с моим конечно уровнем красноречия короче как показала практикой даже если ты тыкаешь обнадеживающее на то что у тебя низкого уровня оно все равно никак не работает пароход в покой мисс дроли запрещен что происходит распоряжение мистер лето нам нужно прибраться типа либо лето либо беру что нам делать еще сюда придут охотники надо короче подумать я так понимаю что калеб у нас вообще какой-то прям тут главный то есть он типа самый сильный самый умный самый старый и вот и у него больше всего движет если больше всего движет у скорее всего он я видел много принцев на своем веку конце концов все сводится к борьбе за власть между принцем и примагеном изо сильна но сколько я осталась сколько у нас по времени заперто изнутри надо разобраться с дитя в своем кабинете гали будь как дома не стесняйся короче нам надо вот это а где ты а вот ты здесь глазом своим не верю чем обязан такой чести прекратив беру ты разговаривал с фен я не слежу за передвижением твоих лакеев знаешь ли здесь не разговаривал только шума из ничего прекрасно знаешь о том кто она мне и кем она скоро станет если принц позволит это лишь вопрос времени искренне на это надеюсь я действительно с ней пересекался мы обменялись пары слов но не более того ну давай проявим жестокость ладно оставь оправдание при себе мне казалось я ясно выразился на ее счет в отличие от тебя не пытаясь контролировать окружающих фэн радуется свободе пока может разве она не имеет права самостоятельно выбирать с кем общаться мы встретились абсолютно случайно и обменялись всего пару слов вау я знаю что ты ушел что не пойму почему разве странно что я хочу быть в курсе ее отношений с моим детям с чего ты вдруг стал таким скрытным мне нечего скрывать просто я опасаюсь твоей реакции но раз ты настаиваешь я попросил ее встречи потому что переживая за нее она многом хотел меня спросить я был предельно галантным не понимаю что плохого в том что мы вообще тебе не надо понимать хотелось бы я всего лишь хотел дать совет помочь понять как ориентироваться в этом новом полной опасности мире ты явно не совсем справляешься с этой задачей чё ты я не прав ты чё такой дерзкий можешь не переживать я всем ее представил и не собираюсь оставлять ее беззащитным в окружении голодных хищников шастающих по углам она тебя еще удивит не сомневаюсь она гораздо ценнее чем ты можешь себе представить ты не меня уверен что хочешь это знать ладно ладно это может у тебя когда-нибудь проснуться отцовские чувства ну что ж всех и в любом возрасте может подуть ветер перемен то как ты переживаешь за фэн делает тебе честь правда но я не могу не провести параллели с собственным прошлым не делает согласен это было так давно пока что я твоё единственное дитя ты ревнуешь вовсе нет хоть мне и жаль что наши отношения так изменились не защищаться я всерьез волнуют за фэн если бы ты на моем месте тоже за нее ты бы на моем месте тоже за него волновался просто не хочется чтобы она пережила то что пришлось пережить мне сокрушительную тяжесть разочарование равнодушие презрение вырыл я мне жаль я вел себя неправильно неправильно да не может быть разве ты хоть когда-нибудь ошибаешься ты бросил меня в осиное гнездо полное острых шал и все вертись как хочешь сразу же оставил меня одного я ты сдался галеб пытался ли ты хоть раз исправить свою ошибку поэтому я иначе веду себя с фэн не хочу повторять свою ошибку о красиво сказано не передать не перестаю удивляться твоему красноречию ты всегда орудовал словами со смертоносным мастерством только ты кое о чем забыл тебе недолго осталось что сам подумай ты старше все в городе это ощущение она гвожит тебя как и всех старейшин ты чувствуешь как оно разрастается внутри еще чуть-чуть и ты ему поддашься как скоро ты нас покинешь я бы осторожнее выбирал выражение со стороны может показаться что ты хочешь чтобы я ушел я совершенно этого не хочу и все же создается впечатление что тебе не терпится занять мое место чего стоит одни перешептывания с ярой все это не похоже на поведение преданного дитя я не позволю тебе ставить мою преданность под сомнение докажи что ты мне верен тогда и поговорим на самом деле если я правильно тебя понимаю а я в этом почти уверен мы очень схожи мыслим за парочка исключений вот как мы желаем фэн добра но в таком случае почему мне запрещено с ней общаться бля надо было запугивание короче использовать да короче смысл а вот тут использовать нет мы просто тупо один кубик получаем я твой серый я тебя прошу ты мой потомок мое единственное дитя я прошу тебя ровно об одном давим-давим-давим можно сказать прошло одолжение и не понимаю что в моих глазах это не одолжение а совсем наоборот фэн необходим собеседник разве твой единственное дитя не идеально подходит на эту роль я не надо было запугивание короче использовать последний шанс я могу выйти из себя он такой да пошел ты даже выиграть конфронтации не мог как ты не ископал не играй со мной что за намеки ты примчался сюда допрашиваешь меня теперь вот так запил какой-то век я решил за кем-то приглядеть знаю ты считаешь меня эгоистом и манипулятором но в мире не все делятся на черное-белое уж ты-то точно должен это знать я беспокоюсь за фэн она нуждается в комнату потому что ты не можешь быть всегда быть рядом мне казалось я выразился ясно чтобы я больше не слышал в ваших тайных встречах не переживай мне не осталось сомнений по поводу того что я должен сделать осторожно не думаю что нам еще есть о чем говорить досье еще кое-что одна птичка напела твоих делишков южной америке мой дорогой сир ты вроде был далек от бизнеса но при этом удивительно много знаешь рано или поздно двор узнает все что же в этом плохого ты не подумал что твои поступки скажутся на положение комарильи ты ставишь под угрозу маскарад может тебе стоит обсудить это с принцем не понимаю каким боком ее касаются мои личные дела к тому же ей и так есть чем заняться она не вытащила нас из неприятностей в которые сама же и втянула ты думаешь в этом виновата она разве она не главная вечер тоже ее затея раз так ответственность тоже должна нести она я ошибаюсь если бы тебя сейчас услышал двор ты всерьез полагаешь что так думаю только я по-моему тебе уже пора уж быть уверен я не собираюсь задерживаться приятно было пообщаться думаю ты сам найдешь выход вот ты мразина вообще а можно кстати мне вот просто интересно а можно короче мне захотелось как-то уважить старика вот который слева поэтому давайте попробую снова мне кажется оставлять эту мразь просто за спиной не стоит она пожалела кстати о встрече ничего не знаю я сам позабочусь о ней у нас не хватает короче защищаться практически все то же самое кроме того что я запугаю нафиг или не запугаю он не предан по-моему я это отвечал да и победила а теперь надо запугать его нафиг потому что он трусливая мразь все просто делай так как я говорю или готовься к более радикальным мерам в этом нет нужды уверен мы и так сможем друг друга понять больше никогда не приближайся к фен или я порву тебя на куски я ожидал чего-то менее это не обсуждается ясно что ж буду иметь это ввиду постарайся не забыть я просто хочу убедиться что она понимает зачем здесь оказалось ты не думал что ты так отреагируешь ты не думал что я вообще об этом узнаю только не надо переводить стрелки если я и повел себя неугодно то сделай это с благими намерениями я прекрасно понял что ты хотел до меня донести буду иметь это ввиду просто не сближайся с ней обойдемся без лишних обострений да ты предельно отчетливо выразил свою мысль вот вот это меня устраивает то есть самый старший вампир грозный типа самый сильный а это пошел в жопу типа его же этот типа пошел в жопу надеюсь в этот раз он прислушается это было последнее предупреждение калиб опять кай заперта больше я не смогу встретиться с ним думаю хейзл готова встретиться со мной не буду заставлять ее ждать да потом потом с ней поговорим а то это снова блин на час затянется ну в общем вот так вот так меня устраивает то есть когда калиб более-менее такой суровый круче на дому просто по запугивание качать и вообще не париться давайте на сегодня закончим всем спасибо за просмотр и вам буду очень благодарна за поддержку виде лайка и комментарии подписывайтесь на youtube нажимайте на колокольчик что вам приходили уведомления и у нас есть контакте телеграм и дискорд все ссылочки в описании всем хорошего утра дня вечера или ночи в зависимости от того когда вы это смотрите увидимся с вами следующий раз берегите себя и пока пока